Здравствуйте, меня зовут Дарья Судрева. Что произошло в Ульяновской области 9 марта? Расскажем в программе «Итоги дня». Смотрите сегодня в выпуске. Вместо массового гуляния узким кругом, как в Ульяновской области отпразднуют Масленицу. Удобно и безопасно в Ульяновской области запустили новую электричку. Ульяновские спортсмены привезли золото Мордовии. История с заражением эхинококозом 74 суворовцев вступила в финальную стадию. Напомним, в январе 2019 года после жала родителей и курсантов было проведено массовое обследование воспитанников, показавшее наличие заболевания у курсантов. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлевших по неосторожности причинений тяжкого вреда здоровью, было предъявлено двум женщинам – инженеру-технологу Суворовского училища и заведующий производством торговый дом СПП. Эта компания оказывала услуги по производству питания для учащихся. Ответственность для виновных предполагает до шести лет реального срока. Обвинительное заключение уже направлено в Ленинский районный суд города Ульяновска. Поезд «Сызрань-Кузнец» курсирует по поручению губернатора. Это позволит обеспечить безопасность пригородных пассажирских перевозок в южных районах региона и улучшить транспортное обслуживание не только жителей Ульяновской области, но и соседних областей Пинзенской и Самарской. В южных районах Ульяновской области запустили новую электричку «Сызрань-Кузнецк». На маршруте работает современный электропоезд. В салоне тепло и комфортно. Поезд состоит из четырёх комфортабельных вагонов. Одно из первых – комфорт нового транспорта оценила Надежда Фенагина. Женщина живёт в Сызране, но регулярно ездит к своей маме в Просковьино – село в Николаевском районе. Признаётся, теперь не будет волноваться по поводу дороги. Электричка приходит стабильно ко времени. «Очень ждала эту электричку, потому что автобусами очень неудобно ездить, с трассой пешком идти. Поэтому электрички очень и очень нужны людям на работу ездить». Электричка – хорошая альтернатива междугородним автобусам. Жители Красносельска до сих пор с ужасом вспоминают ту страшную аварию на дороге, где погибли их односельчане. Напомним, ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в районе села Заборовка Сызранского района в конце января. Пострадали 23 человека, из них погибли 12. «Рядом у нас. Она идёт. У нас посёлок весь рядом. Ну и не так на машинах будут по трассе гоняться. Эта трасса предусмотрена для дальнобойщиков. Вот волосы стоят прям. Ну а среди них разве можно вот ездить, а? Сколько, говоря, осталось семей-то. А тут вышел, сел тихонечко, приехал и уехал». Курсировать пригородный поезд будет два раза в день. Общее время поездки – 2 часа 18 минут. В маршруте такие населённые пункты, как Репьёвка, Новоспасская, Свирина, Конадей, Просковьина, Никулина, Разадей. График курсирования можно уточнить на станциях. Анна Тищенко, Улправда ТВ. С послаблением мер постепенно отменяется ряд льгот, которые вводятся в связи с пандемией. К примеру, больше нельзя на беззаявительной основе получать выплаты на детей в возрасте до трёх лет. Чтобы продлить значение пособия, нужно снова писать заявление и подтверждать доход. Заявление на выплату на детей до трёх лет в Ульяновской области можно подать в МФЦ. Эта выплата не заменяют другие пособия. Она является дополнительной к пособиям по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет. На первого ребёнка её платят из федерального бюджета. На второго – сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Интересующие вопросы можно задать по номеру Единого центра телефонного обслуживания МФЦ 37-3131 или КОВЛ-центра пенсионного фонда 42-72-72. Массовые гуляния отменить. Несмотря на коронавирусные послабления, ульяновцы продолжают заболевать. Масочный режим продолжается. На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса озвучили последние цифры по заболеваемости, а также обсудили празднование Масленицы. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ульяновской области всё ещё остаётся сложной. Согласно сообщению специалистов, положение по районам неоднородное. Есть у нас передовики, которые дают высокую заболеваемость. То есть практически четыре раза выше, чем областные показатели. По итогам сегодняшнего дня это Сурский район. Далее у нас дают высокую заболеваемость по районам области. Это Новоульянск, город Новоульянск, Кузоватовский район и Николаевский район. В областном центре показатели тоже разные. Антирекорд ставит Ленинский район. За ним идут Железнодорожный и Засвияжский. Самые низкие цифры по заболеваемости в Заволжье. Тем не менее, проконсультировавшись со специалистами, Сергей Морозов принял решение об ограничении масленичных гуляний на площадях города и области. Однако губернатор заметил, что проводить праздник во дворах не запрещается, если участников гуляния будет менее 50 человек. Но есть мероприятия, которые отменить нельзя. У нас есть замечательный проект, называемый «Народные инициативы». Я сейчас говорю в разрезе города Ульяновска. Это тема народного бюджета, где необходимо провести ряд публичных обсуждений, которые составляют более 50 человек. То есть мы должны решением сегодняшнего штаба, к сожалению, даты просто не приемлет, это согласовать. Чтобы проект «Народные инициативы» начал работать с наступлением сезона благоустройства, деньги по нему должны поступить вовремя. Этого не произойдет, если все предшествующие этому процедуры не пройдут публично. Проведение мероприятий разрешили при условии, что специалисты Роспотребнадзора будут индивидуально контролировать каждую встречу. Губернатор призвал собравшихся усилить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации. «Разъяснительная работа с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса у нас пока находится на недостаточно хорошем уровне. Давайте еще раз, коллеги, задумаемся о том, что нам нужно сделать для того, чтобы выполнить поставленные задачи, которые мы сами здесь на своем региональном штабе вырабатывали». По оперативным данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе провели 722 тысячи лабораторных исследований. За прошедшие 12 месяцев в Ульяновской области выявлено 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 марта, под наблюдением в регионе остаются более 9 тысяч человек. Павел Половов, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. За руль только со свежей головой. Госавтоинспекция провела трехдневную акцию под названием «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС останавливали автолюбителей в праздничные дни, проверяли документы и визуально оценивали состояние ульяновцев. В результате профилактического рейда попался 41 пьяный водитель. Все они отказались от медицинского освидетельствования. В том числе пять водителей задержаны за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Региональная госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и представляют опасность для других участников движения. Напомним, о нарушителях можно сообщить по номеру 112 или же по телефонам дежурных частей территориальных органов МВД России в Ульяновской области. Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» получил платиновый знак качества «Всероссийская марка». После проведения независимой экспертизы награждена минеральная питьевая вода, фирменные и безалкогольные напитки. Предприятие с рабочим визитом посетил глава региона. Сергею Морозову представили историю завода и этапы развития. На момент открытия в 1967 году здесь трудилось больше 10 человек. Сейчас коэффициент увеличился до 1 тысячи. Помимо напитков на предприятии выпускается широкий ассортимент молочной продукции, также сыры, творог и хлебобулочные изделия. Наши продукты изготавливаются только из натурального молока, которое поступает нам сырье из нашего же сельхозпредприятия «Волжанка» и изготавливается душой. На заводе минеральной воды есть своя пасека. Здесь выпускают разные сорта меда, к примеру, липовый, цветочный. На перспективу запланировано расширение материально-технической базы завода, расширение кадрового состава и внедрение новых технологий. В Ульяновске прошли соревнования детской лиги дзюдо Приволжского дивизиона. Побороться за Кубок Симбирска, а также Триумф Энерджи приехали юные спортсмены из соседних городов. Почетным гостем соревнований стал олимпийский чемпион Арсен Галстян. В составе других именитых спортсменов он принял участие в торжественном открытии соревнований. Подробности в репортаже Антона Никонова. В легкоатлетическом манеже ЛГПУ имени Ульянова прошли соревнования детской лиги дзюдо Приволжского дивизиона. В наш регион съехались команды юношей до 15 лет со всего федерального округа для того, чтобы побороться за звание Триумфа Энерджи. Во втором этапе гран-при Поволжской лиги Кубка Симбирской Триумфа Энерджи, кроме участников из Приволжского федерального округа, также соревновались спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования посвятили нашему земляку, герою Российской Федерации Дмитрию Разумовскому, подвиг которого хорошо известен во всей стране. Вчера были соревнования командные Триумф Энерджи. Мы все выиграли, наша команда, три спадки. В общем зачете наша команда стала вторыми, а была, по-моему, седьмыми или пятыми, не помню точно. Турнир проходит по нескольким весовым категориям в командных зачетах. Юные спортсмены, приехавшие из соседнего Саранска, дзюдо уже порядка 4-5 лет. Этот вид спорта стал для парней в хорошем смысле болезнью. Каждый из них стремится и мечтает стать олимпийским чемпионом. Почему выбрали именно дзюдо? Чем вам нравится этот вид спорта? Ну, сильный вид спорта, броски. Он развивает силу. Развивает силу, красивые броски. С первого класса нас позвал тренер на дзюдо. Но я как в первый раз попробовала, не отказался. Это как болезнь. Просто в первом классе в школу пришли, я записался, понравилось дальше. Я тоже в школу пошел, когда в первый класс, я записался, увидела объявление, мне понравилось. Сила и техника бросков. Я занимаюсь дзюдо, потому что хочу стать сильным, чтобы прославиться на всю Россию. Успех победы во многом зависит от тренерских тактик и идущей схватки. Каждую команду участников сопровождали их наставники и группа поддержки. По словам исполняющего директора Федерации дзюдо Ленара Басырова, в соревнованиях приняли участие достаточно много ульяновских спортсменов, представляющих различные школы дзюдо. В судействе также много ульяновских ребят. Их подключили в работу для того, чтобы они набирались опыта судейства и на других всероссийских соревнованиях. Турнир также посетил прославленный дзюдоист, олимпийский чемпион, а также посол года детского спорта на территории нашего региона Арсен Галстян. Спортсмен провел мастер-класс для участников соревнований. Сам Галстян остался доволен мастер-классом. Он отметил, что большинство спортсменов имеют хорошую спортивную подготовку. Когда мы проводим какие-то мастер-классы, они вдохновляют нас еще больше делать, потому что мы видим, как они радуются, мы видим, как они загораются. И мы понимаем, что мы делаем большое дело, мы даем им толчок, хоть и эмоционально. Это необходимо для молодых ребят. Как отметил министр спорта Рамиль Егоров, для нашего региона большая честь, что олимпийский чемпион одобрил приглашение для участия в спортивных мероприятиях области. Это большой интерес, большой авторитет в мире дзюдо, да и в мире спорта. Поэтому, я еще раз говорю, что мы создаем максимальные условия для занятий дзюдо. Мы видим, как спорт популярный, как он развивается. И такими шагами, я думаю, после приезда Арсена, и после проведения таких мероприятий, где участвуют порядка 300 человек со всех регионов Российской Федерации, мы будем развивать дальше в таком же направлении. Напомню, 2021 год на территории нашей области объявлен годом детского спорта. В течение этого периода региональным Минспортом поставлена задача в проведении как можно большего числа мастер-классов, турниров и соревнований с именитыми и прославленными спортсменами нашей страны. Антон Никонов и Даниил Сурков, Улправда ТВ Более чем достойно представили Ульяновск область воспитанники православного клуба единоборств «Пересвет» при Жадовском монастыре на открытом чемпионате и первенстве Мордовии по ММА. 13 жителей Барышевского района Ульяновск области привезли из Саранска 11 медалей, 7 из которых – золото, рассказывает Дмитрий Гурин. Универсальный спортивный комплекс «Мордовия» находится в самом центре Саранском. В нем одновременно могут проходить несколько турниров по разным видам спорта. Вот и в этот день тут соревновались футболисты, волейболисты и даже была выставка собак. Хотя самым массовым мероприятием все же был открытый чемпионат и первенство республики по ММА. Мордовия, Чувашия, Пензенская и Ульяновская области привезли сюда больше ста одних из лучших бойцов по Волжье. Жеребьевка по строениям и в бой. Местная федерация ММА уже в восьмой раз проводит свой внутренний турнир в открытом формате. Смешение разных стилей, так скажем, разных тренерских идей в голове, да, все это только идет на пользу. Из этого люди извлекают какие-то уроки, как тренеры, так и сами спортсмены. С удовольствием откликнулись. Мы всегда рады, как говорится, таким приглашением и поучаствовать в соревнованиях по ММА. Тем более такие возраста от 12-13 и старше. В турнире принимали участие бойцы от 12 лет и старше. Несмотря на то, что ММА очень жесткий вид единоборств, у двух младших возрастных групп сильные ограничения в ударной технике. Например, нельзя бить в голову, также запрещены удары коленями и локтями. Жадовский клуб «Пересвет» стала самой молодой командой на этих соревнованиях. Только два монастырских спортсмена были старше 18 лет. Оба они, прекрасно пройдя полуфиналы, немного не дожали в конце и стали серебряными призерами в своих категориях. А вот «Пересветовская молодежь» разошлась не на шутку. Причем в финале представители Ульяновской области щелкали соперников, как орешки. Александр Гуськов победил за 13 секунд. Алексей Бузов вначале оглушил соперника мощным ударом в голову, а потом добил его в партере. А финальную схватку Глеба Тулупова пришлось прервать судье. Рефере стало жалко перепуганного соперника монастырского бойца. Результатами я доволен. Ребята показали себя, проявили в боях очень хорошо. И, что самое главное, удалось катать и попробовать в своих силах новичку. В итоге в Ульяновскую область уехали 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая. На награждении выяснилось, что пересветовец Жахангир Игамбердиев удостоился медали и грамоты за волю к победе. Сейчас времени почивать на лаврах нет. Старшим пересветовцам от 16 лет предстоит жесткая подготовка. Уже в конце марта в Казани стартует чемпионат и первенство по Волжье. Дмитрий Гурин ведя студию Барышской епархии специально для Уллправда ТВ. В музее-выставочный зал на Покровске открылась познавательная выставка с таинственным названием «Магия света». Она стала продолжением действующей экспозиции «О зеркала-зеркала». Чем вас может удивить выставка, расскажет Ирина Антонова. «Магия света» – новая камерная выставка выставочного зала на Покровской, включает чуть более 10 экспонатов. Но она является настоящим открытием для современного зрителя. На выставке можно познакомиться со сложным устройством керосиновой лампы. Многим покажутся диковинками красивые и практичные аксессуары для старинных осветительных приборов, такие как экран для свечи или отражатель для керосиновой лампы. Здесь же только вот такие жемчужины коллекции, подсвечники, подсвечник и настольный, вот такой настенный подсвечник. А вот эту вещицу немногие узнают, потому что сейчас как-то не используют ее. Ну, вообще подсвечники только для интерьера, для украшения интерьера сейчас используются. А вот такой экран для свечи, экран для подсвечника, наверное, если только невнимательно смотреть исторические фильмы, тогда можно увидеть. Выставка «Магия света» продолжила зеркальную тематику и лаконично дополнила действующую экспозицию зеркал рубежа 19-20 веков из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». Помимо зеркал и настольных, и настенных, и напольных, мы здесь еще и карманных, мы здесь еще представляем аксессуары к зеркалам, или интерьерные аксессуары, или аксессуары к костюмам барышень, или молодых людей, которые смотрелись в эти зеркала, а также научные приборы. На протяжении своей истории зеркало являлось предметом роскоши. Позволить его могли только очень зажиточные люди. На выставке представлены великолепные работы, сделанные мастерами более ста лет назад. Зеркало трюмо – это никакое не зеркало в нашем привычном представлении. На самом деле трюмо – слово французское, которое обозначает про стенок между окнами. И зеркало трюмо – это зеркало, которое ставится для украшения, для формирования интерьера именно в дворцах или в залах гостиных больших. Между окнами, поэтому оно высокое, оно вытянутое. Настоящим украшением помещения были псише-зеркала, которые закреплялись на шарнирах между двумя стойками и могли плавно наклоняться вперёд и назад. Его название происходит от имени богини души Психея. Она изображалась, качающаяся на качелях. Такие псише были не только напольными, но и настольными. Зеркало, конечно, было обязательным аксессуаром любой модницы. Они являлись частью шкатулок. Зеркала также дополняли футляры для помады или подставки под духи. Познакомиться с выставками можно до конца мая. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается небольшое похолодание. Днём столбик термометра удержится на отметке в минус 12 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова